Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 марта. И вот я сейчас вышла поговорить с вами о рассаде, о пикировке, о пересадке, о перевалке. Чем различается? Вот в первом видео я рассказывала, что вот первый раз я пикирую томаты с разрушением земляного кома, с прищипкой. Второй раз я уже земляной ком не разрушаю. Второй раз я высаживаю в такие же... Ой, в стаканчике. И вот он, смотрите, вот те, которые я рассадила позавчера. Видите он какой? Семидольки я уже убрала и в стакане. И в конце предыдущего видео я сказала, что как только наступит пора, как только он вырастет достаточно, я его буду пересаживать в другой большой стакан, в полкилограммовый. Но как узнать, что уже наступила пора пересаживать в полкилограммовый стакан, как определить? Тут все просто. Смотрите, как только корневая система освоит весь грунт в стаканчике, видите, как хорошо наросло? Вот в этот период уже можно дать ей больший объем. Объем может быть полкилограмма. Можете сразу пересадить, например, в литровый горшок. Но вот этот промежуточный 200-граммовый стаканчик я соблюдаю всегда, потому что следующее видео я расскажу все причины, почему нельзя сразу высаживать в большой... Конечно, все это можно. Я не могу сказать, что делайте вот только так, как я. Просто я пробовала за все эти годы по-разному, по-разному, по-всякому разному. И, конечно, когда мы высаживаем маленький стаканчик в этот период, еще и экономия места на окне. Или вот у меня, вот эти, видите, я насадила. Или они в маленьких 200-граммовых стаканчиках, они влезли в два лотка. Или бы, если я полкилограммовые сделала, представьте, сколько им нужно места. А еще нужна подсветка и все. Но вот самая главная тема видео, это как определить. Конечно, для этого стаканчики очень удобны, вот такие прозрачные. И не бойтесь, прям, я нажимаю на донышко, не бойтесь вытащить и посмотреть. Видите, какая благодать, красота. Это значит, что ему пора пересаживаться в больший стаканчик. Иначе корни начнут уже у него закручиваться. И смотрите, какая разница. Вот это вот первый посев январский, это посев уже февральский. Это для суперраннего урожая, а это просто для выращивания в теплице. Он ненамного вымахал, потому что он сидел в маленьком стаканчике, осваивался, наращивал корневую систему. Я уже говорю, пока он наращивает корневую систему, он вверх сильно не растет. Он, конечно, чуть длиннее, чем нужно, но зато он выращен естественным способом, без всяких добавок, без подкормок, безо всего. Я сейчас его в большой стакан пересажу, и он еще немножко замедлит рост. Так мы до конца апреля дотянем, в нормальном состоянии. Все, до свидания. Я вам показала, как узнать, когда пора пересаживать в большую тару. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!